Ну и еще один рассказ у нас уже о практическом опыте выращивания голубики, причем голубики не простой, голубики биологизированные. То есть это органическое выращивание, которое все же не сертифицировано по стандарту органик пока. Нина Андреева, Юрий Шарец, фермерское хозяйство, доктор Шарец. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Большой опыт, то есть я на протяжении этих 30 лет многому учился у всех. Значит, насчет биологизированных это немножечко, может быть, как говорится, продаем мечту. В том смысле, что качество ягоды должно быть полезно, потому что сегодня большинство стран, которые употребляют много ягод в пищу, имеют очень высокий потенциал интеллектуальный у своих граждан. То есть это вот прямая связь, это я как врач говорил. Не говоря уже о том, что, например, если мы говорим о голубике, ее признали ягодой долголетия, и это вот говорит само за себя. Ну, а прежде чем предоставить Нине, потому что то, что она сейчас будет делать, это она еще к тому же и моя жена, и все, что она будет делать и рассказывать вам о опыте этого биологизированного или пермакультурного выращивания голубики, я хочу, в общем, представить членов моей команды, которые занимаются в том числе и ее реализацией. Среди них вот находится здесь Илья Чернышев, Илья, приподнимитесь, потому что потом будут вопросы, возможно. Конечно, Святослав Савин, пожалуйста, рядышком сидит. И мы также занялись проблемой подготовки посадочного материала. И Юрий Спиридонов, наш новый компаньон, вместе с специалистами нескольких лабораторий, включая в том числе ту знаменитую Кострому, о которой только что мы говорили. Замечательный город в смысле клюквы, вересковых клюквы, это тоже вересковый продукт, поэтому опыт у них, и, надо сказать, у них есть огромная коллекция, которую еще предстоит сохранить всем вместе и развивать. Вот, значит, и в этой связи я хочу предоставить уже слово Нине, потому что потом все остальные вопросы будут, наверное, после. Пожалуйста. Начинаю выступление со слов величайшего ученого в нашем времени Климента Аркадьевича Цемерязева. Наука, теория не может давать готовых рецептов. Умение выбрать надлежащий прием для своего случая всегда остается делом личной инициативы и личного искусства. В 2010 году, когда летом начались пожары, а я ждала своего младшего сына, Юра отвез меня на плантацию. Плантация эта существует с 2000 года. Там был остаток советских посадок, которые совместно с американцами, Минский ботанический сад на трех гектарах когда-то разбил, и после перестройки все это благополучно забылось. И однажды Юра проезжает и говорит, а что это такое? Вот это голубика. Он знал уже эту ягоду по Польше. И он говорит, а можно вот эту плантацию оформить? Да, пожалуйста, берите, берите. Там было все выдрано. И электричество, и водоснабжение. Оставались кое-какие кусты старые. И мы, живя в Москве, с ним наведывались туда раз в месяц, раз в три месяца. Там был управляющий. Он иногда отгружал саженцы, в августе отгружал голубику. И ни шатка, ни валка, вот это все продолжалось до того времени, пока не начались в Москве пожары. Вернее, в Рязанской области. И я туда приехала, будучи в положении, и осталась там навсегда. И знаете, очень интересный вот этот личный опыт, когда ты совершенно городской человек, любящий растения, вдруг переезжаешь на природу. И понимаешь, что теперь ты ответственен за себя, за здоровье своих близких, за здоровье своего новорожденного сына. И начинаешь вдумываться, как сделать лучше, чтобы не повредить себе, чтобы не навредить почве, чтобы не навредить окружающей среде. Как это получилось? Пока родился сынок 1 сентября, у нас мы наняли на работу со скандалом. У нас управляющий ушел, он не потерпел там двоевластия. И мы наняли деревенских обычных людей. Они со своего опыта, глядя на то, что голубика не очень хорошо выглядела, гадрония, фомопсис, очень засыхали ветви. Буквально это было видно с балкона, знаете, выходишь каждые 2-3 дня, хоп, куст весь прыжил. Хоп, хоп, хоп. Они говорят, Нина Варсоновина, надо вваливать химию. Я говорю, нет, люди, мы пойдем другим путем. Возьмем секаторы и вырежем все ветви. И это продолжалось очень долго. Понимаете, недостаток питательных веществ, недостаток влаги, недостаток ухода нарушили биологию куста. Потом решили подкормить осенью фосфором. Подкормили фосфором, не зная никаких норм. Дали минимальную дозу пригоршню под куст. Действующие вещества там было капельку. И так все это ушло в зиму, весной, когда мы выходим к своему пруду. А у нас на участке пруд размером в 30 соток. Все лягушки и жабы плавали кверху брюхом. Вы знаете, думаю, господи, что это такое? Вы отравили. В голову приходит все, что угодно, правда? А мы пьем из колодца, который на нашем участке. В 50 километрах от нашего Стрелова есть родник. Туда люди выстраиваются в очередь за водой. И вот эту воду взяли в марте месяце на анализ. Количество нитратов превышало 300 раз. Смертельная доза для грудного ребенка. И когда ты понимаешь, что ты пьешь эту воду не из-под крана, как в Москве, а именно эта опасность у тебя на участке, она пришла уже к тебе. И ты начинаешь анализировать, а что делать дальше? Наверное, нельзя подкармливать. Наверное, нельзя брызгать. Слава Богу, мы не пользовались никакими глифосатами. Евросоюз запретил к применению глифосаты, начиная с 2020 года. Еще два года они разрешают. А теперь появились сведения, что глифосаты, все препараты на основе глифосатов, вызывают онкологию и накапливаются в почве. Понимая, что знаний не хватает, я в тот же год. Мы познакомились с Иваном Васильевичем Казаком в Кокино. И он говорит, Нин, тебе надо учиться. Я говорю, да вы что, мне уже 45 лет, куда там учиться? Ничего, говорю, давай заочно. И я поступила с грудным ребенком на руках в Брянский аграрный университет. Институт, у меня было художественное образование, первое, которое никак, естественно, никоим образом не помогало в выращивании голубейки. И чему учит институт? Он учит терминологии и к нахождению информации, правильной информации. Теперь, когда ты понимаешь, что к чему, откуда вытекает, откуда втекает, какая у тебя почва, что не хватает, как сделать, идешь дальше. И я столкнулась с информацией в интернете о пермакультуре. Вы знаете, трудно, если вас спросить, что такое пермакультура, никто, наверное, не ответит вот так вот. Обоснованно, как написано в Википедии. На самом деле, это агроциноз у вас на участке. То есть, замкнутые системы, которые сама себя поддерживают, которые все есть. И микробы, и удобрения, и все, что нужно для вашего человека. Растения, которые вы выращиваете на участке. И, начиная уже копать информацию детально, постепенно, постоянно, каждый вечер, консультируясь со своими преподавателями. На самом деле, в университете насчет пермакультуры никто ничего не знал. Но, давая ответы по агрохимии, по почвоведению, по микробиологии, составился такой уже четкий жизненный план, когда после нас, если мы будем продолжать применять минеральные удобрения, глифосаты, и убеждать всех, что ваша ягода самая чистая, она самая вкусная, она самая привлекательная, это путь в бездну. Потому что все это накапливается в почве. Когда вы приезжаете на свою плантацию и видите, что ягода зреет, это сердце радует, все, уехали. А все это спускается в почву. 10% усваивается растениями ваших минеральных веществ. Остальное все уходит в почву. Если мы думаем, что это куда-то стекает к центру нашей земли, к ядру, ничего подобного, это все остается совсем в неглубоком слое. И все это потом постепенно попадает в пищу. Однажды в институте я была, у нас был кандидат наук, и он торговал растениями. И как любитель я просто пришла к нему на участок, и он мне рассказывает, вот посмотри, вот здесь рундапчиком дал, и вот ты знаешь, какая-то мутация началась, вот прям такое, какое-то необычное растение началось. Это уже стоит о чем-то задуматься, что мутировать может все. И голубика ваша, и клубника, и земляника, и жимолась, и все что угодно. Вы об этом знать даже не будете. Понимаете? И я обращаюсь к женщинам. Первый год, когда еще я не активно участвовала, Юра говорил, давай, давай подкормим, давай подкормим, нам нужен урожай. И на самом деле, когда вам не нужна прибыль, на маленьком участке в пять соток можно пермакультуру прекрасно, прекрасно, действенно использовать. Понимаете? Но когда? Нужна прибыль, нужно жить на что-то, нужно оплачивать пятерых рабочих. У нас постоянно двое мужчин и трое женщин. Уже понимаешь, что пути назад нет. И в пермакультурщике основоположник – это Билл Моллесон в Америке, это Зепп Хольцер в Австрии, это Фуко, сейчас вспомню, Масаноба Фуко. Я прочитала все их книги. И это меняет мировоззрение в корне просто. Вы понимаете, что мы, женщины, ответственны за здоровье своей семьи, за здоровье своего ребенка, за здоровье своего мужа, потому что кто лечит? Мы, женщины. И если любящий мужчина рядом с вами поддержит вас, у вас все получится. Как мы пришли к мировому культуре уже на деле, мы начали завозить мульчирующие материалы. Если у вас на участке будет достаточно влаги, если у вас достаточно микробов, и привезенная вами мульча, у нас это солома, нам отдают лесопилки, в Беларуси очень много лесопилок, и весной, когда начинаются проверки санкадемстанций, все приходят и говорят, быстрее берите кору, быстрее берите кору. В этом нам очень везет. А в коре есть все вещества, которые способны дать голубике то, что ей необходимо. И вот мы перейдем. Торф нам еще отдают. Правда, кислотность у него 6, но при достаточной увлажненности это действительно. У нас абсолютно песчаная почва. И все это перемешивается, отлеживается год, а потом вносится на грядки. Вернее, под кусты голубики. А голубику можно мульчировать бесконечно. За 2 года от вашей мульчи не остается абсолютно ничего в нашей местности, потому что солома укрывает песок, и все-таки эта почва песчаная, она дышащая. К нам приезжал, мы дружим с Ежей Вильчевским, у которого больше 500 гектар голубики. Он говорит, Нина, после твоей соломы, у тебя голубика сгниет. Я говорю, Ежа, у тебя суглинок, а у меня песок. И действительно, именно на песчаной почве солома показывает себя лучше всего. Эмульчировать нужно постоянно. Голубика нарастает, нарастает. И чем больше у вас корневая система, самое главное развить корневую систему, тем у вас больше микориза. Микориза – это чехлик из гриба, корень, который обволакивает каждый-каждый корешок в вашей голубике. Она не будет жить в плохих условиях. Если ей не хватает влаги, не хватает кислоты, микориза у вас на участке не будет. К нам раз в два месяца приезжают, как правило, двое или трое мужчин. Это скопировались молодые люди, у которых появились свободные деньги. Они увидели, сколько стоит килограмм голубики на рынке и решили заработать, посадив плантацию. Но, зная, что ошибок можно сделать огромное множество, и каждый год, это значит потеря, 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 мы решили сделать на Ютьюбе свой канал. И я рассказываю там обо всем, обо всем, что я наработала, что я знаю. Вы знаете, были очень интересные ситуации, когда ко мне приезжает фермер из Беларуси, и белорусы – закрытый народ, они не будут вам ничего рассказывать. Но это, наверное, может ко всем так относиться, не только к белорусам. и будут говорить, что они собирают столько, что у них то, все. А этот был, знаете, такой откровенный. И он говорит, Нин, а как это у тебя зимними черенками такой выход, там 85%, мы укореняем черенки еще, зарабатываем на этом, саженцы выращиваем. Я говорю, вот так-то, так-то, так-то. Когда мы приехали, вот управляющий рассказывал, вот есть технология, шаг влево, шаг вправо – расстрел, не думая ни о чем. И выход был, у него там 10% саженцев, 15%. И пришлось думать, размышлять каждый день. Мне главное, чтобы никто мне не советовал, мне надо думать собой. И я разговаривала с другим фермером, и вот он рассказывает, да брось ты эти зимние черенки, нифига они не получаются. Их льешь, льешь, и они все. И крылышки сложили, и ушли в небытие. Все, говорят, мы делаем зелеными. А там есть маленький нюанс, о котором я всем рассказываю. Как только у вас черенки укоренились, надо резко сократить полив и начинать проветривать теплицу. А они делают все, как зелеными черенками. Там 100% влажность и буквально до морозов. Понимаете? Люди, у которых агрономическое образование, у нас всего лишь 7 лет опыта. А они работают уже с голубикой по 25 лет, и они не научились выращивать. Значит, вот эта косность мышления мешает нам идти. И вот слова Тимирязева я не зря привела, что только личный опыт и личное искусство. Каждый вечер я перед сном читаю специальную литературу, потому что я хочу накормить себя, свою семью и всех людей чистой ягодой и поделиться, и оставить после себя чистую землю. Спасибо большое. Нина, а расскажите, пожалуйста, о какой площади ваша плантация? 10 гектар. 10 гектар. А какой урожайности удается добиться? У нас удается 2 тонны с гектара. Как правило, это средняя урожайность по всему. Самое интересное, все рассказывают, у меня столько, у меня столько, у меня столько. Я тоже могу рассказать, что с одного куста я собрала 10 килограмм 600 грамм. Это рекорд. А с другого куста я не собрала ни одной ягоды с молодой плантацией, потому что 3 июня этого года был заморозок. Если 7 градусов выдерживают цветы, голубики, то 5 градусов не выдерживают завязи, и они просто съеживаются и осыпаются. И поэтому молодая плантация у нас в этом году был очень минимальный урожай. Спасибо большое. Спасибо.